Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня у нас в студии отец Арсений Вилков, настоятель Вознесенского храма. Мы поговорим с отцом Арсением о днях в преддверии Пасхи и о праздновании светлого праздника Христового Воскресения. Здравствуйте, отец Арсений! Здравствуйте! Начнем с того, что предпасхальная неделя очень важная для всех христиан. В чем ее важность? Расскажите, пожалуйста. Предпасхальная неделя фактически повторяет по дням окончание земной жизни Господа Иисуса Христа. То есть верующие каждый год имеют возможность проживать эти события вместе со Христом, с Его учениками и делают это. Богослужения все посвящены этим событиям, евангельские чтения напоминают нам об этом. И поскольку это самый-самый итог завершения земной жизни Христа, Его страдания, распятия, конечно, это одни из самых существенных событий евангельской истории, которые близки сердцу каждого человека, и каждый верующий старается в эти дни прийти в храм и вообще напомнить себя об этих событиях. Потому что, что касается Евангелия, то Евангелие – это не история. В Евангелии мы проживаем и сегодня. Как тогда, 2000 лет назад это происходило, мы стараемся пронести тоже через свое сердце эти события, и насколько мы внимательны к ним, настолько существенен будет для нас и праздник предстоящей Пасхи. Потому что за страданиями Спасителя, за Его смертью на кресте следует и Его воскресение. Я думаю, библейский сюжет известен всем, но не каждый помнит сакральный смысл, который несет именно жертва Господа Иисуса Христа. Может быть, напомним нашим телезрителям, в чем вообще символический смысл этого праздника, и в чем смысл вообще был того, что Иисус пришел к самопожертвованию? – Дело в том, что христианское учение говорит нам о грехе, проклятии и смерти, которые давлели над человечеством многие тысячелетия с момента грехопадения. И все человечество ожидало пришествия Мессии, о котором было пророчество, потому что Мессия должен был избавить людей от этого проклятия. И вот Христос, Бог, приходит на землю, принимает образ человека, и не просто образ, он становится человеком, оставаясь при этом Богом, совершает путь своего земного служения, умирает на кресте, и вот этой жертвой, он, взяв на себя грехи всего мира, искупает их, он преодолевает саму смерть, и мы говорим в пасхальные дни о том, что смерти не существует как таковой. Для христиан это существенно... Смерть является переходом от земной жизни к жизни вечной. И это самое важное, потому что мы все вместе со Христом, умирая, воскресим для вечной жизни. Если мы вернемся к неделе в преддверии Пасхи, каждый день несет свою смысловую нагрузку, и одновременно это страстная неделя очень жесткого поста. То есть Великий пост длился, это последняя и самая строгая, насколько я понимаю, неделя. Что запрещается христианам, которые держали весь пост на этой неделе? Какие особенности будут? Вы знаете, пост – это ведь не система запретов. На самом деле, почему христианин держит пост? Во-первых, в подражании Господу Иисусу Христу, который тоже постился. Во-вторых, в ограничении своей плоти, потому что мы очень много времени тратим на обеспечение своей земной жизни исключительно. И совершенно не хватает у нас времени и возможностей для того, чтобы каким-то образом позаботиться о своей душе. То есть человек должен каким-то образом уделять время своей душе. И вот пост этому способствует. Потому что, ограничивая тело, мы освобождаем душу и начинаем ее развивать, в нее вкладывать. И, кроме того, смысл поста вот в эти страшные дни, в эти дни страданий Иисуса Христа, тут даже вопрос не в том, что можно, что нельзя. Вот представьте, что у вас есть близкий человек. И он очень страдает, через какие-то страдания проходит. И вы настолько ему сопереживаете, что вам не хочется ни есть, ничего в рот взять не хочется, аппетита нет. Вам не хочется телевизор включать, развлекательные передачи какие-то, что-то, что вас занимает. Потому что вы мыслями, вы сердцем, вы душой с ним. Вы переживаете. Может быть, он у вас в плену где-то. Может быть, он в горячей точке воюет. Может быть, с ним что-то еще страшное происходит. И это настолько для вас важно, что все остальное становится неважным. Вот что такое пост страстной седмица. То есть мы не говорим, вот это, это нельзя, это, это можно. А мы пытаемся просто переживать. Мы пытаемся в эти дни быть со Христом. И все остальное просто становится неважным, несущественным, незначительным. И более того, если мы мыслями отвлекаемся от вот этих событий, то это в каком-то смысле даже оскорбительно может быть. Не для Бога. Потому что Бог, он милостивый, он всепрощающий. А вот даже с человеческой точки зрения. Ну вот как ты можешь что-то еще в уме держать, когда сейчас вот такое происходит с твоим близким человеком? Приходя к празднику, да, очистившись во время поста по идее, ваш приход будет вместе с вами участвовать в службе, которая особенная, да? Это одна из самых главных служб в году. Расскажите, пожалуйста, как будет проходить пасхальная служба? Пасхальное торжество действительно самое важное в круге церковных богослужений. Хотя, несомненно, и те богослужения, которые совершаются и предваряют, сейчас совершаются и предваряют этот праздник, они тоже особенные. Они развод совершаются. И мы по следам идем на Голгофу за Христом, чтобы потом стать свидетелями воскресения. Пасхальная служба, как правило, ночная. Как правило, в 12 часов ночи она начинается, но есть еще пасхальная полуношница, она предваряет эту службу, поэтому в большинстве храмов пасхальное богослужение начинается где-то в половине 12. И затем после пасхальной полуношницы, которая еще является частью предыдущего дня, субботы, все молящиеся выходят из храма и идут крестным ходом вокруг. И затем, когда возвращаются к храму, то церковные двери закрыты. И вот в этот момент совершается возглас, возглашение, начало богослужения, и затем все начинают восклицать Христос в воскресе, поздравляя друг друга с этим праздником. А следующая неделя, вплоть до следующего воскресения, тоже является светлой. Там тоже есть свои традиции, свои ритуалы. Может быть, о них немножечко тоже расскажем. Действительно, если страстная седмица, она еще великопостным чином и богослужения, и порядок, и устав, и настроение совсем другое, то вся пасхальная седмица, она очень радостная, легкая, очень торжественная. И если в храме обычное богослужение перемежается чтение и пение, то на пасхальной седмице служба в основном состоит из пения. То есть, все, что совершается, практически все поется. И настроение совсем другое. Действительно, какое пасхальное настроение, которое хочется передавать своим близким, тем, кто приходит в храм. И, конечно, хочется пожелать всем не упускать возможности посетить храм в эти дни, потому что такие богослужения только в течение недели будут. Хотя мы будем христосоваться до 40 дней, до Дня Вознесения Господня. Но вот эти особые богослужения, подобные ночной пасхальной службе, они будут только неделю. И есть такой вопрос, достаточно спорный. В обществе принято в Пасху посещать умерших на кладбище. Кто-то считает, что это не совсем правильно, и для этого есть день, который называется Радоница. Он будет 25 апреля, во вторник. Как правильно поступать? Или это зависит исключительно от пожелания человека? Или же есть какие-то рекомендации у церкви относительно этого? На самом деле, конечно, согласно церковному уставу, кладбище нужно посещать на Радоницу. Это происходит, и даже священники посещают, служат на могилах усопших с упокойной литии, и поздравляют усопших с праздником Пасхи. Сам этот день пасхальный, он, конечно, не должен посвящаться посещениям кладбища. К сожалению, эта традиция, если можно так назвать, закрепилась в советское время, когда вообще очень сложно было и помолиться, и в храм прийти, и совместить праздник Пасхи, помолиться за своих усопших. Наверное, просто не было другой возможности, иначе это сделать. Но на самом деле церковный устав здесь оговаривается конкретно, здесь нет каких-то сомнительных разночтений в том, что поминовение усопших совершается первое после Пасхи только на Радоницу. И в храме совершается заупокойная служба, хотя, конечно, и с пасхальными песнопениями эта служба, очень тоже интересный устав. Но сам день Пасхи – это торжество из торжеств, когда даже усопшие тоже, поскольку у Бога нет мертвых, все живые, тоже они находятся вот в этой пасхальной радости. Только мы в этом мире, а они уже в мире ином. И им совершенно не до нас. Им тоже хочется вот на этот праздник, а кладбище все-таки располагает к какому-то лирическому настроению, к грусти, может быть, к слезам. И эта печаль, она совершенно неуместна. Есть еще определенные бытовые традиции, такие как выпекание куличей и покраска яиц. Каким-то образом они связаны с церковной традицией, или это исключительно бытовая, которая не имеет отношения к празднику? Давно сложилось, что кулич, пасха и яйца являются символом этого праздника пасхального, символом воскресения Христа. И поэтому красятся в разный цвет тоже яички. Есть такое интересное предание, которое связано с Марией Магдалиной и с тем, что она тоже проповедовала Христа и пришла к императору Тиверию в Рим, протянув ему яйцо и сказав Христос воскресе. Вообще яйцо – это символ жизни зарождающейся. И он ей сказал, что не может человек воскреснуть, так же, как не может это яйцо стать красным. И на его глазах это яйцо покраснело. И он ей ответил воистину воскресе. Это предание или, может быть, красивая легенда, которая под собой может вполне иметь реальные основания. Тем не менее, в церкви эта традиция сохранилась. Поэтому, конечно, готовясь к Пасхе, люди готовят эту трапезу, тоже пасхальную. И затем все это люди приносят в храм для того, чтобы осветить. Это происходит обычно в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи. Освещается, читается молитва. И затем все это уносится домой, потому что разговляться можно уже после пасхальной службы. То есть это скоромные продукты. Соответственно, они ждут, когда люди придут из храма. И тогда они смогут вкусить эту благословленную пищу. Почему праздник Пасхи не привязан к дате и ежегодно выпадает на разные календарные дни? Дата Пасхи действительно имеет большой разброс. И связано это с некоторыми причинами, вполне объективными. Дата празднования Пасхи решалась, когда этот праздник отмечать, еще на Первом Вселенском Соборе, еще на некоторых соборах. И было принято решение, что праздновать Пасху нужно в воскресный день. Во-первых, поскольку воскресенье, собственно, отмечено. Даже само название напоминает нам о воскресении Христа. После весеннего равноденствия. Но таким образом, чтобы она не совпадала с Пасхой еврейской. Почему еврейская Пасха переходит? Потому что они празднуют по лунному календарю, а он не совсем совпадает с солнечным. Поэтому разные даты. И вот мы берем Первое воскресенье от дня весеннего равноденствия. Но если есть совпадение или раньше, христианская Пасха не должна быть раньше иудейской, то переносится на неделю. И вот таким образом высчитывается Пасхалия. Она зависит именно, получается, от лунного года. И еще об одном празднике предлагаю упомянуть в преддверии. Это Красная Горка. Через неделю воскресенье после Пасхи. Что за праздник и почему он так называется? На самом деле название этого праздника – Фомина Неделя. И связано это название с Евангелием, которое напоминает нам о воскресении Христа, о его явлении ученикам в день воскресенья. И о том, что спустя неделю и Фома тоже смог стать свидетелем. Дело в том, что в первый раз, когда Господь явился ученикам, его не было среди них. А через неделю он, в общем-то, тоже присутствовал вместе с другими учениками. И снова Господь явился. И поскольку он выражал некоторые недоверия, пока я сам не увижу, что Христос воскресенье, я не поверю. То, когда Господь явился, он сразу подозвал его и говорит, вот посмотри на мои раны, можешь потрогать и убедиться, что я действительно воскрес. И тогда апостол Фома исповедовал Христа, Господь мой, Бог мой. Спасибо вам за то, что разъяснили некоторые моменты. В нашей студии был отец Арсений Вилков, настоятель Вознесенского храма. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!